В Екатеринбурге 47-летняя женщина по имени Наталья попала под горячую мужскую руку человека в черной маске в помещении ТСЖ «Оптимум». И после потрясающего во всех смыслах общения она оказалась на больничной койке с сотрясением мозга и с синяками на лице. Еще раз ты руку на меня поднимешь только. Ты что, блин, а? Ты на тренировку сходи в спортзал куда-нибудь. Ты что, че, ты сходишь? Сзади на меня, на бабы. Сзади. Как сообщил в интервью комсомолке супруг Натальи Леонид, его жена в тот день, то есть позапрошлый четверг 15 апреля, пришла с подружкой в ТСЖ, чтобы получить протокол собрания жильцов, решавший вопрос с капремонтом в их десятиэтажном доме на Сурикова, 50. Это в двух кварталах от станции метро Чкаловская и Южного автовокзала. С посетительницами беседовал человек по фамилии Иванов. Директор товарищества, полагает Леонид, получив нужные бумаги, женщины кабинет не покинули. И тут на пороге появился парень, которого Леонид называет менеджером по конфликтам или же охранником ТСЖ. После пары резких реплик, молодой человек со скрытым маской лицом, попавший на видеозапись, ударил женщину по затылку со спины. От его ударов у супруги опухла половина лица, и она стала хуже видеть, утверждает Леонид, показавший газетчикам справку из приемного отделения 23 больницы, где сразу после полуночи 16 апреля дежурный врач зафиксировал у Натальи Владимировны закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы головы. Впрочем, бухгалтер ТСЖ Алифтина в беседе с газетчиками комсомолки говорила о том, что женщины сами конфликт спровоцировали. И Наталья первой в драку полезла. У них есть видео с другой стороны конфликта. И господа из товарищества его передали в полицию. Это был даже не удар, а шлепок, после которого с головы женщины кепка слетела, цитирует комсомолка слова той самой бухгалтерши ТСЖ Оптимум. А пока сотрудники пятого полицейского опа детали конфликта выясняли, на подъезде дома с ТСЖ Раздора появились листовки, на которых изображен тот самый Решала с ТСЖ жгучий брюнет с черной маской на лице, который, цитата по листовке, жестоко избил женщину, жительницу нашего дома, пришедшую в приемные часы за бюллетенем для голосования. Самозваные председатели незаконно нанятые управляющие отказываются признавать, что это их крыша для силовых разборок. Конец цитаты. Кто расклеил эти самые листовки неизвестно, но судя по их тону, конфликтующие стороны нескоро сядут за общий стол переговоров. Продолжение следует...